друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы с понедельника снова в строю следим за ключевыми фундаментальными событиями и самыми интересными новостными поводами сегодня у нас не только встреча формате брифинга но также и вебинар который состоится в 17.00 по московскому времени если вас интересует глобальный взгляд на все что происходит такие же глобальные тенденции не поленитесь найдите время там буквально 30 минут и мы разберем все самое стоящее и интересное ну что ж давайте тогда а вкратце о том что происходит сейчас по ходу недели будем набирать обороты сейчас по сути новостей не так уж и много да и в принципе первый день торговой недели всегда довольно спокойный с точки зрения содержания экономического календаря новостной фонда и сессия тоже поскольку не на чем расти в принципе серьезно падать обычно складывается довольно вяло рынок нефти 42 84 друзья я все-таки принял для себя решение выйти из этой сделки сделка разумеется как началась ранее была на продажу потому что рынок создавал хорошие фундаментальные условия и возможности для этого но цена не повела себя так как по идее с учетом этого фундамента должна была рынок нефти продолжает нарасти да есть периодически локальные торговые сессии когда начинает нарастать энтузиазм продавцов и вроде бы как все располагает к тому чтобы коррекционная динамика продолжалась дальше но покупатели на следующий день перехватывают инициативу и в принципе мы в конце прошлой недели это видели что касается фундаментального фона международное энергетическое агентство сообщило о том что мировые поставки нефти в июле сократились на 2 и 4 миллиона баррелей ну то есть можно констатировать падение поставок до девятилетнего минимума в совокупности это сейчас 86 9 миллиона пандемия еще один фактор безусловно значительный пожалуй самый главный потому что пандемия повышает рыночную неопределенность и общее количество заразившихся в мире перевалило за 12 миллионов человек смертность 5 процентов и эта тема мы конечно же я с большим удовольствием оставил бы ее уже в прошлом но все-таки учитывая то как протекает сейчас именно сам факт распространения ковида 19 снова локальные максимумы по количество заразившихся и и риски повторного ввезения мер ограничительных барьерных карантинах это все разумеется омрачает перспективу мирового экономического роста рынок нефти это очень чувствительный инструмент к любым перспективам опять же того что может произойти с мировой экономикой если мы видим это глобальный риск того что экономическая активность может просесть это разумеется скажется и на спросе на углеводород это должно быть в теории так и в принципе на практике мы уже по идее могли бы если рынок логично и правильно подходил к оценке текущих фундаментальных составляющих могли бы увидеть развитие мощного нисходящего импульса но этого сейчас не происходит в ливии производство нефти возобновили после серьезного продолжительного простоя по моему продолжался аж с января из-за гражданской войны соответственно вот пожалуйста еще один риск роста а предложения также в конце прошлой недели я вам рассказывал о том что сейчас происходит с китаем в плане поставок то есть ранее китай закупил их столько нефти что по сути удалось забить все имеющиеся свободные нефтяные хранилища и сейчас пробки из танкеров это впоследствии а скажется на том сколько китай будет нефти закупать я думаю что это еще один риск потенциального перенасыщения или скажем так превосхождение роста предложения над спросом который не растет и не восстанавливается так быстро как многие хотели но и на этом рынок также не стал снижаться впереди 15 июля то есть фактически ну на этой неделе в среду получается состоится телеконференция страна ОПЕК плюс где обсудит процент исполнения исполнение условия сделок энергетического пакта по итогам прошлого месяца и безусловно будет поднят вопрос о том стоит ли придерживаться вот этих договоренностей уже в августе предварительно друзья есть информация о том что ну как минимум россия будет настаивать на том чтобы сократить обязательства точнее смягчить условия по сокращению добычи таким образом чтобы совокупное снижение всеми участниками этого пакта составлял уже не 9 и 7 миллиона 7 и 7 миллиона учитывая то что цены на нефть и восстановились я думаю что это логично конечно же ожидать такого рода на предложение со стороны основных участников этого на странового объединения поэтому я вижу в этом риска но я точно такие же риски видел в факторах китая факторах тех же самых непростых отношений сша и экономики поднебесной в росте запасов и в пандемии но рынок нефти продолжает расти поэтому друзья пока что я локально умываю руки я бы из поищу хорошие возможности для последующих продаж и безусловно вам об этом расскажу индекс доллара 96 39 пока у нас держится стоп лосса на отметке 95 70 и актив торгуется выше следим за развитием событий лари кудлу который является главным советником белого дома в пятницу напел очень много дифферамп американской экономики в плане восстановления еще раз сделал акцент на то что трамп ни в коем случае не приостановит повторно работу предприятий и это фон который должен располагать к покупкам доллара потому что это позитивный новостной фон если опять же вы считаете что доллар если и должен расти только лишь на негативном фоне пожалуйста он тоже есть трампа помимо того что подтвердил отсутствие планов на приостановку работы предприятий также сообщил о том что торговое соглашение фазы номер два с китаем которые так многие долго ждали она мало вероятно я думаю что и уже не раз говорил мы друзья вернемся к перспективам и неизбежности возобновления торговой войны что на фоне того что экономика и так мировая ослаблена из-за пандемии еще больше ухудшит а темпы и и нового восстановления поэтому по индексу доллара в принципе новостной фон не меняется он больше конечно же располагает к покупкам и пока не увидели новых стимулов решений не вступили в силу я думаю что нужно держать золото тоже покупки стоп лосс я рекомендовал поставить там поближе к уровню 1790 и ждать дальнейшего восстановления повторного тестирования сопротивление 1820 и выше между золотом и десятилетными облигациями сша очень высокая степень корреляция мы в этом могли убедиться еще с 2008 года десятилетки на прошлой неделе американские просели до минус 0 78 процента то есть ушли на отрицательную территорию соответственно те кто находится в облигациях сейчас это на вынуждены платить за владение этими а бумагами и золото выигрывает почему потому что обычно у золота конечно же нет ни купонного не процентного дохода поэтому тогда когда инструменты по идее гарантирующие обычно такого рода доходность как те же самые облигации теряют эту доходности золото начинает активно расти приток инвестиций капиталов золото последний месяц колоссальный как раз и подстёгивает интерес я думаю что с динамика американских облигаций в ближайшее время ничего не изменится то есть они точно будут оставаться пока на отрицательной территории вот почему уверенность в том что золото будет расти евро против доллара европейская валюта ждет заседания европейского центрального банка позже на этой неделе мы детальнее поговорим друзья о том что и какие решения могут быть приняты что может быть сказано руководством и цб пока что преждевременно евро и британская валюта в принципе как и прочий риск сейчас реагирует на то что происходит с долларом поэтому раз у нас сохраняется длинная позиция по американской валюте я бы не торопился сейчас переворачиваться по евро и фунту доллар канадец 1 3567 здесь тоже нужно держать длинные позиции впереди заседание банка на канады она состоится в среду по сути можно сказать первое более менее важное значимое заседание нового испеченного главы банка канады тифа на маклима я думаю что последуют анонсы новых мер стимулирования и по идее если еще и нефтянка скорректируется к среде мы сможем снова вытащить пару выше уровня 1 а 36 друзья на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока